В эфире новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о самых значимых событиях к этому часу. И снова ДТП, и снова жертвы. Три человека погибли при столкновении микроавтобуса и Камаза в Кизлярском районе. От разведения крупного скота до изготовления сыра. Как работает одно из фермерских хозяйств Ахтынского района, расскажут наши корреспонденты. Километры пешком в любую погоду и время суток. Почему дети микрорайона ДСААФ приходится добираться в школу самостоятельно, когда есть школьный автобус, смотрите через несколько минут. Три человека погибли в результате ДТП в Кизлярском районе. Двое доставлены в районную больницу. Трагедия произошла в районе населенного пункта Рыбалка при столкновении микроавтобуса Тойота и грузового Камаза. Врачи оценивают состояние госпитализированных как средней степени тяжести. Причина аварии устанавливается. В Махачкале выявлена незаконная продажа квартир. Житель столицы реализовывал жилые помещения, не зарегистрировавшись в качестве предпринимателя. В прокуратуре установлено, что мужчина незаконно продавал каркасы в строящемся многоквартирном доме по улице 6-я магистральная или, как ее теперь называют, Солдатская улица. В результате застройщик получил доход в сумме 9 миллионов рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело и работы по выявлению незаконных предпринимателей в столице будут продолжены, отмечают в прокуратуре. В частной клинике республики ждут серьезные проверки. В ближайшее время правоохранители займутся проверками медучреждений, работавших с фондом обязательного медицинского страхования. В некоторых из них уже прошли обыски, в ходе которых удалось выяснить, что с клиентов взымалась оплата за услуги, которые должны были предоставляться бесплатно по предъявлению полиса. Школьные автобусы есть, но, видимо, не для всех. Такая ситуация сложилась в пригородном поселке Махачкалы-Досаав. Дети вынуждены добираться в школу пешком по несколько километров. В любую погоду и разное время суток. Автобусы вроде как запустили для учеников и ждут своего часа, сетуют жители поселка, но почему-то их не используют по целевому назначению. Почему, узнавала Луиза Раджабова. Как добраться в школу к светлым знаниям? Эту непростую задачу решают каждый день дети и их родители. Все потому, что тернистый путь, а именно несколько километров грязи и глубоких ям – это и есть дорога до ближайшей школы. Мы все жители микрорайона Досаав и я сама лично, как мама, хотим, чтобы нам пустили транспорт. Хотя бы, чтобы наши дети сухие, чистые добирались в школу. Обычно дети идут пешком. Школьный автобус не ездит в пригородный поселок Досаав, города Махачкалы. Хотя бы старые, лишь бы дети не могли под дождем, заявляют родители. Вот видите, какие дороги у нас. По этой дороге в сапогах грязные все, ходят мокрые, проваливаются. Эти мокрые ногами, они целый день сидят в школе за партой. Мы хотим, чтобы нам выделили транспорт, чтобы наши дети могли ездить в школу. Последний месяц в адрес регионального отделения ОНФ Тагестана стали поступать жалобы. Народный фронт республики также обеспокоен процессом распределения школьных автобусов. Недовольство этих родителей заключается в том, что они задаются вопросом, проезжая мимо федеральной трассы в Агачауле. Они видят, что огромное количество детских школьных автобусов. И не только школьных автобусов, там спецтехника стоит и почему ее не распределяют. Машины стоят, идет срок эксплуатации этих машин, идет очень много вопросов. В таких поселках, как Дасаав, Ватан, нет таких машин. И эти люди приходят, обращаются и просят помочь Народный фронт республики Дагестан. На что мы не можем не реагировать и остаться в стороне. В разрастающейся Махачкале все больше проблематичных маршрутов. Между тем, количество школьных автобусов остается прежним. При росте населения действительно требуется дополнительный транспорт. И всем это понятно. Но, к сожалению, выделенные авто не для новых маршрутов. Как говорят специалисты, предназначены они лишь на замену старых. Таки оставляют детей микрорайона Дасаав мечтать о желтом автобусе на Южном посту. В частности того, который находится на площадках транспорт, и в некоторых возникает вопрос, почему их не распределяют. Хотел бы здесь дать пояснение, что с требованиями Минпромторга России и заводом-поставщиком, которым у нас есть соответствующий государственный контракт, его необходимо осуществить только после того, как поступит весь объем автотранспорта, который должен поступить в республику. А его составляет 140 единиц. Только после того, как вес автотранспорта поступит на эти площадки, в накопители, только после этого мы можем осуществить их приемку и распределить соответствие в общеобразовательной организации. Все, что оставляется на потом, оборачивается обычно серьезными проблемами. Почему нельзя распределять транспорт по мере его поступления? Вопрос остается понятным для взрослых, но не для детей. Луиза Раджабова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Завершен первый этап перевозирования судов и личного состава Каспийской флотилии из Астрахани на новое место дислокации в Махачкалу. На боевое дежурство в республике заступили экипажи истребителей. Поступило более 1 тысячи единиц современного вооружения и техники. Почти 300 единиц бронетанковой техники, 200 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, более 30 самолетов и вертолетов. Военно-морскую составляющую округа пополнили 5 боевых кораблей. Идея создания в Каспийске военного порта была озвучена еще в 2011 году, однако в этом году удалось воплотить ее в жизнь. Возводить пришлось всю инфраструктуру, пирсы, причалы, пункты обслуживания, а также жилье для моряков. Ряд экспертов считает, что Каспийская флотилия является одним из самых боеготовых объединений по своим возможностям, превосходящим даже Балтийский флот. Улица мира в Каспийске не будет переименована в честь Сталина, как об этом было заявлено ранее. Инициатива не нашла поддержки городской администрации. Среди оснований для отказа мэрия называет возражения граждан, проживающих на этой улице, а также результаты публичных слушаний и отсутствия финансовых средств на мероприятия, связанные с переименованием. Напомним, что впервые инициатива прозвучала еще в 2014 году, а в этом году в городе прошли общественные слушания. В них приняли участие 30 человек, и 28 из которых проголосовали за переименование улицы. Дагестан занимает лидирующие позиции по приросту производства молока. Его объем вырос в регионе на 101% к уровню прошлого года. А все благодаря расширению и увеличению фермерских хозяйств в республике. Так, в Ахтынском районе вот уже 15 лет действует сельскохозяйственное производство. От разведения крупного скота до изготовления сыра. Как все это работает, узнавала Карина Баталова. Роза Гаджиева начинала свой бизнес вместе с мужем с покупки трех голов крупнорогатого скота. Теперь в хозяйстве их 70. Каждый день вот уже 15 лет хозяйка фермы и ее помощники на ногах с пяти утра. Работы здесь всегда хватает, не то что в офисе. Поэтому взяться за это дело было задачей не из легких. Мы работали, на государственную работу я долгое время и здесь пахала. А что делать? Если, понимаете, поначалу, да, это все это вот это зловоние, все это тяжело. И они же ничего не могут сказать, и животные. Поначалу тяжело, очень тяжело. И сейчас тяжело. Я не могу их оставить никуда, уехать. Я нужно постоянно присмотреть за ними. Гюльпери, Милка и Черныш. Здесь у каждой коровы свое имя и даже родословное. Благодаря выборке в хозяйстве остаются лишь самые сильные и здоровые. От местных буренок с коричневым цветом до галштейна и шведская. С вот такими милыми кучеряшками. При всей своей кажущейся агрессивности Михайло очень милый и спокойный шведский бычок. И кажется, что он такой большой, но на самом деле ему всего два года. Когда Михайло подрастет, он будет весить около тонны. Набирать вес бичку предстоит уже в горах, весной и летом. В целом в теплое время фермерам легче. Да и удой больше. Около 500 литров молока в сутки. Сейчас зимой 250. На территории фермы есть и молочный цех. Даже без вывески все понятно по располневшим на сметане и сливках с сытым котам, что крутится рядом. Сыр, творог, молоко и масло можно купить на месте. Из сарая приносим молоко, принимаем. Опять повторно сцедили, принесли, наливаем сюда чан. Сейчас там молоко утреннее я оставила. Даем температуру, включаем здесь. И мешалку включаем. Да, нужная температура доходит, потом выключаю, ввожу сыворотку. Сыворотки у меня из пищевода животных сделаем. На прилавке и в холодильнике редко что остается, признается хозяйка. Натуральная продукция быстро раскупается местными жителями. Я здесь постоянный клиент у них. У них всегда экологически чистый продукт. Мне очень нравится сыр, молоко, масло. Я все время здесь покупаю и молоко, и сыр. Я не только для себя, а даже родственникам в город отправляю. Они тоже довольны, всегда просят у меня, когда я еду в город, привезите, пожалуйста, нам сыр, творог, все, что есть у них на этом предприятии. Этим аграриям ведение хозяйства помогало и государство. Совсем недавно они выиграли грант в 5 миллионов рублей по направлению развития семейной животноводческой фермы. Деньги пойдут на строительство дополнительных сараев и покупку новых коров. Карина Баталова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Ахтынский район. Федерация бокса России выделит Дагестану более миллиона рублей. Такая весомая поддержка пойдет на инвентарь и экипировку, а также на развитие этого вида спорта. Накануне в республику с однодневным визитом прибыл генеральный секретарь федерации Умар Кремлев. И вместе с ним сюда прилетел топовый профессиональный боксер Мурат Гассиев. В аэропорту гостей встречала практически вся элита дагестанского бокса. А после делегация направилась в Каспийск, где знакомилась с центром олимпийской подготовки. Именно из этого зала вышло множество чемпионов Европы, мира и Олимпийских игр. Здесь же в ходе экспресс-совещания Кремлев подчеркнул, что федерация рассматривает Дагестан как один из центров развития бокса. И отметил, что регион обладает хорошими условиями для проведения тренировочных сборов. На этой неделе выделим 350 тысяч для федерации, и на миллион рублей отправим инвентарь сюда для наших спортсменов. Ну и будем планировать, сейчас в центр прогресса бокса выбрали площадку Каспийский. Это все новости к этому часу, всего доброго и до встречи.